Я находился в таком состоянии. Ты идешь по улице, и твоя песня звучит из каждой, буквально второй проезжающей мимо машины, из открытых окон. Это были такие тусовки тяжелые, металлические, после которых там находили трупы в туалетах. Москва — город менее снобистский, чем Киев. В Киеве больше снобов. Так же, как в Питере. Улетел в Таиланд, да, выбросив все вещи, приняв решение буквально вот так вот за один день. Если бы и сделал татуировку, то она была бы на члене, там будет стрелка, и написано «My way». Привет, я Саша Химчук, Кострад Рада. Он же «Алхим», сокращенно. Так я обычно подписываю стихи, прозу или свои комментарии. Сегодня я на стране FM, и буду петь для вас, играть свою музыку и общаться непосредственно. Наверное, в первую очередь я поэт и режиссер. Я занимаюсь контекстной режиссурой, синхронизацией, пишу стихи, песни. И, в общем-то, моя главная задача и функция — обращать внимание людей на красоту обыкновенности, на красоту обычных вещей, привычных. Что касается музыки, я продолжаю проект «Эстрада Рада», в общем-то, продолжаю реализовываться все так же, как поэт, аудиодизайнер, саунд-продюсер. Пишу много инструментальной музыки в последнее время, потому что как-то ко мне это пришло, я понял, что не в каждой музыке можно петь. И бывает просто красивая музыка, которая из тебя течет, и это все рождается. Как правило, все самое лучшее рождается в очень короткий срок, буквально за пять минут. Можно иметь намерение записать альбом и мучиться, и долго готовиться к этому как-то скрупулезно. А можно проснуться, просто включить комп, сложить вместе несколько крутых подходящих сэмплов, что-то доиграть, быстро напеть, и получается песня, которая потом взрывает. Точно так же было и с Витей надо выйти, это все было очень быстро. Я люблю такое, поэтому я студию расположил сейчас в большей степени у себя дома, и просыпаюсь, включаю. Главное — иметь настроение. В общем-то, многие ребята и многие музыканты до сих пор ищут формулы хита. Я же пытаюсь донести до всех, что формулы хита нет как таковой для того, чтобы писать крутую музыку, для того, чтобы появлялись классные песни, нужна соответствующая атмосфера и настроение. Потому что впечатление можно получить от этого, из атмосферы. Поэтому я стараюсь всеми любым путем создать вокруг себя такую атмосферу, в которой может родиться песня, как душевный порыв, или красивая классная музыка. Это тоже душевный порыв, но ни в коем случае не какой-то математический просчет. Вроде бы как интроверт, до сих пор не могу понять, экстраверт я или интроверт. Наверное, но все-таки я больше всего боюсь одиночества, и мне очень важна компания. Я из тех музыкантов, которые не стесняются творить, что-то записывать при ком-то. Я люблю очень, когда у меня дома собираются гости или в студии. Всегда там, где я писал музыку, всегда были люди вокруг. Причем это какое-то параллельное движение. Для меня это очень важно, особенно в присутствии женщин, хотя бы одной. Энергетическое присутствие. Потому что все, кто к тебе окружают, в данный момент они все участники мероприятия, и все свой вклад вносят. Это, знаешь, такой из серии, когда параллельно происходит вечеринка, а ты сидишь, набрасываешь какой-то грув, и тут ты делаешь какой-то момент, когда буквально ребята отвлекаются от своих разговоров и обращают внимание на тебя. Ты понимаешь, вот эта искра, типа оп, твой выход. И дальше несется все очень быстро. И, в общем-то, очень важно по этой любой творческой личности, очень важно получать фидбэк. Этот мгновенный фидбэк, когда ты видишь искорку в глазах, ага, ты зажег, он рождает дальше. Вот так можно раздуть костер. Это круче, чем сидеть одному. Я когда один, я больше, мне надо себя заставлять, я бездействую чаще, там, могу кругами ходить. Я знаю, что мне нужно что-то сделать. Я буду ходить вокруг этого кругами, и искать настроение. Когда есть компания хорошая, я параллельно всегда гораздо более продуктивен. Люблю дома девичники, особенно, когда у меня происходит. Мои предпочтения музыкальные, они не касаются стилей, потому что мне нравится музыка абсолютно во всех направлениях. Она просто делится для меня на живую и неживую. Это одна... Живая музыка – это та музыка, которая уносит тебя в свое измерение, которая уносит тебя в свой мир, в свое время, потому что любая песня, она же проявляется во времени, и тем более какая-то хайповая, что ли, музыка или хайповая песня, всегда является каким-то саундтреком определенного времени. И вот если она тебя туда уносит, значит, это классная музыка, значит, это живая музыка. А если не уносит, и ты понимаешь, что это что-то рожденное в попытке создать хит, или лишь в попытке повторить чей-то успех, это меня не прокачивает. И у меня тоже были песни, была музыка, были треки, которые я делал полгода. И в итоге, спустя полгода, я это выкладываю и резко тут же снимаю и удаляю. Почему? Потому что весь эмоциональный фон, с которым ты трудишься на той или иной композиции, он весь там отпечатывается, как минимум для тебя самого. И ты понимаешь, что когда с этим связано столько сомнений, переживаний, муки творчества, всегда это вызывает такой соответствующий эффект. Поэтому я такое комкаю и выбрасываю. Все должно быть на одном дыхании. Я люблю быть в потоке. В потоке, когда все нужные звуки у тебя вот здесь же под рукой. Ты берешь первое попавшееся, вот так вот первое попавшееся, и из этого получается все очень круто. Не нужно сидеть что-либо перебирать. Это уже вопрос доработки технических каких-то моментов. Такое бывает, но я не люблю долго листать звуки. Хотя у меня их много очень. До сколько мне хватает синтезаторов, сэмплов, всего того, из чего можно собрать. И я радуюсь тому, что я вот туда только полез. Аппетит приходит во время еды, и очень быстро ловлю этот поток. Мне нравится так. Смотри, на первой моей аудиокассете у меня было две их, наверное. С одной стороны был доктор Албан, доктор Албан с другой Майкл Джексон. Я, как правило, заслушивал доктора Албана до дыр. На второй кассете была Продиджи и Нирвана. И там эту кассету я с двух сторон затер. Майкла Джексона почему-то он меня не качал. Вот есть у него песня Билли Джин, кроме что, и рэпчик из Who Is It. Вот это вот мои, наверное, фавориты у Майкла Джексона. Остальное все как-то где-то 14 до 15 лет я вообще тусовался с рокерами, с металлистами. И это были такие тусовки в Киеве андеграундные, скажем так, тяжелые, металлические, после которых там находили трупы в туалетах, потому что люди там уширялись и так далее. Это все было в каких-то таких ДК на окраинах Киева, куда и добраться-то сложно. И, в общем-то, представь, такая атмосфера, когда... И все, это сзади этот барельеф Ленина, бордовые шторы и такая вакханалия. Потом как-то перешел на более мелодичную музыку. И, в общем-то, в 36, наверное, лет снова открыл для себя рок-н-ролл, потому что зашазамил по радио песню группы ZZ Top, Sharp Desert Man, и снова нырнул в хард-рок, и мне нравится этот кач. И электроника, само собой, продолжается всегда. То есть, как-то... Знаешь, у меня есть... Мне нравится быть, в общем-то, на грани попсы и андеграунда, когда ты самый такой попсовый андеграунд и самая андеграундная попса. Вот это вот очень такая тонкая грань, которую мне периодически удается ловить. Потому что как ни крути, даже несмотря на то, что ты становишься мемчиком, твоя фраза, которую ты произнес однажды, она становится моментальным мемом и обрастает невероятной кучей контента, все-таки часто проскакивают комментарии в Ютубе везде, что мемасик, но все-таки это же крутая музыка, это качественно, это со вкусом, это... В современной музыке да очень много всего происходит. В Москве очень много крутых музыкантов и известных, и неизвестных. Скажем, уровень известности не является для меня каким-то значимым критерием, музыка бывает ли живая или не живая. Что сейчас? Ну, в общем-то, если брать электронику, то, наверное, мою электронику инструментальную можно отнести туда, ближе к Соломунщине, дафт-панку, Джастис и так далее. Это то, что мне нравится. Из московских проектов мне очень нравится группа «Свидание». Очень крутая музыка. Совершенно другая от моей, но лирика и такая инструментальная, очень крутая. Ну, в смысле инструменталы у них очень крутые, да вообще фактура классная. Потом, кого еще мог бы отметить? Вот Дани Виллс, с которым мы написали трек «Кошечка и ради тебя». Тоже очень талантливый музыкант, о котором я раньше не знал. Мы так склестнулись. Просто потрясающе делает треки «Чувак», и при этом умудряются делать продакшн для Филиппа Киркорова и для Нины Кравицы одновременно. То есть для… И у меня, в общем-то, где-то та же похожая заточка. То есть я могу быть очень попсовым лирическим, могу быть очень не попсовым. В Москве очень благодарная публика, мне нравится. Москва – город менее снобистский, чем Киев. В Киеве больше снобов. Ну, это просто констатация факта. Точно так же, как в Питере. Киев, Питер очень похожи по энергетике. Ты знаешь, я искренний меломан. В моей фонотеке очень много разных, очень много разной музыки. И сказать, ну, кого-то отмечать, могу сейчас перечислять. Ну, допустим, мне нравится Марк Хэмман. Ты, наверное, даже не знаешь, кто ты такой. Это, в общем-то, технопродюсер, мелодик технопродюсер, такой прогрессив, который, в общем-то, музыка, которая не стареет, несмотря на то, что основная часть была написана там где-то в 2008-2009-2010 годах. У хорошей музыки нет срока годности, нет срока давности. Иностранную музыку я слушаю. Единственное, что мне, знаешь, иногда мне не очень нравится, когда русские, русскоязычные люди поют песни на английском языке. Хотя я сам порой сочиняю песни на английском языке. Бывает такая фактура. Вот. Но стараюсь всё-таки писать на том языке, на котором я думаю. Потому что всё же даже у всех таких музыкантов, ну, у всех наших музыкантов есть мечта, цель вырваться туда, в Европу. А у всех европейских прорваться в Россию, потому что и в Украину. Потому что здесь гораздо больше народу, больше кислорода, и у нас, в общем-то, круче. И все иностранные лейблы всегда смотрят на успехи артиста здесь. Все задаются артистам вопросом, как прорваться туда, на Запад, в Америку. Объясняют же, ребята, вы там, без успеха здесь, никому нахрен не нужны. Есть единицы, вообще, я знаю, есть несколько проектов, которые у нас вообще неизвестны, а там гоняют какие-то туры и зарабатывают чего-то. Но, опять же-таки, это такое разделение миров и их единицы. И они всё равно не становятся звёздами здесь. ТикТок, в общем-то, я далёк от этого. У меня нет ТикТока. Очень смешно видеть людей, которые чего-то там танцуют на камеру. И я с Тибуси с этого... Танцуют на камеру где-то на улице, там, свои ТикТоки. Ты в прикол пытаешься к этому пристроиться, но они, как правило, комплексуют и начинают сворачивать свои камеры. У нас было такое. Мы видим ТикТокера, мы начинаем к ним просто подходить и делать с ними то же самое. И они, как правило, ловят зажим. Не было такого, что, чуваки, давайте. Я бы на их месте сделал так. Не нравится мне ТикТок. Да Инстаграм-то, в общем, мне очень нравится. Я всё-таки больше за аналог. Я больше аналоговый человек. Мне нравится старый YouTube, когда его ещё не так сильно накручивали, ограничивали. Сейчас это сайт номер один. И очень понятно, что этим всем управляют люди. И система, вообще система ранжирования достаточно неабстрактна. То есть весь трафик регулируется ручечками. И сколько раз говорили про эти все, про трафик, про накрутки, и всё равно накручивают. Накручивают по-дурацки очень. Иногда смотришь топ YouTube и думаешь, блин, это вообще не соответствует информационному полю, в котором ты находишься. Это как чушь какая-то просто происходит. Но тем не менее, я рад, что у меня есть информационные каналы, по которым моё творчество долетает до моих слушателей. Как правило, лекции. Я смотрю какие-то лекции. У меня есть лекции по истории, по искусствоведению. Мне приходится быть в курсе всего, что происходит. Я уже в таком возрасте, что волей-неволей смотришь новости. Потому что, как говорил, Нестор Махно, если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Самое главное – отсекать это всё. Как-то, как сказать, просеивать это сквозь сито своего миропонимания, мировоззрения и своей образованности. Понимать, где фейк, а где не фейк. Где либералы, а где якобы либералы. Это всё очень тоже своего рода театр, который ты разгадываешь. Но мне в большей степени чаще интересно смотреть лекции по искусствоведению. Потому что многие люди даже не подозревают, насколько это интересный мир, мир высокого искусства. И для того, чтобы его понимать, нужно обладать определенными знаниями, нужно понимать, что происходило даже в то время. Поэтому я часто ныряю туда в лекции о старых мастерах. Потому что, мне кажется, то, что происходило ещё 200 лет назад это был вообще другой мир. Высокое искусство меня больше привлекает. Это ребусы, это всегда ребус. Для того, чтобы разгадать, понимать высокое искусство, нужно обладать определенными знаниями. Даня Милохина видел, ну да, хайп. Ну, как тебе сказать, я не могу сказать, не знаю, если мне понравится, я стараюсь относиться непредвзято ко всему. Вообще всю жизнь боролся с предвзятостью. Всегда практически каждому человеку оставляет шанс меня удивить. Поэтому, может быть, даже если мне что-то предложат, вот эта вот система, я начну это смотреть. Но уж там, когда смотрю, это будет зависеть от того, насколько меня это зацепит. Вот. Для меня, в первую очередь, важно творчество иметь ценности своим посылом. В общем-то, каждому артисту, для каждого артиста от меня самый главный вопрос. Что ты несёшь? Что ты несёшь с этой сценой? О чём это? Потому что, бывает, слушаешь песню какую-то, и я откровенно не понимаю, о чём это. Вот. А какой-то месседж, даже простой, но искренний, я способен понимать. И, как говорилось в фильме «За двумя зайцами», простота не грех абсолютно. Даня Милохин, красавчик, хайпожор, это своя такая. Он представитель современного, он ласково мая, что ли, да? Даже из того же детдома. Это нехорошо и неплохо. Так есть. Но яркий малый, конечно. В жизни, в жизни, мат я, конечно же, использую, но в состоянии определённой экзальтации. Всё хорошо, к месту. Я стараюсь в быту, так, бытовой, но через б***ь не говорю. Я нормально, абсолютно культурно говорю. Мат для чего, в общем-то, существует? Для того, чтобы человек мог более ярко выражать свои эмоции, да? Это как концентрация. А насчёт моего отношения к этому, ну, есть такой анекдот. Я рассказывал уже на стриме, ещё про старые времена. Автор написал книгу, назвал её «Эх, эх, б***ь». В то время была цензура, он на худсовет понёс, и, в общем-то, главный худсоветчик говорит, знаете, всё в вашей книге прекрасно, единственное, вот это вот эх, цыганщина и попахивает. Поэтому, в общем-то, я вот такую лексику применяю только лишь для того, чтобы придать такой немножко орёл, орёл карнавальности цыганщины. В песнях иногда сознательно использую ненормативную лексику, но оно так приходит. То есть, в общем-то, это рождается в потоке, и менять что-то ради приличия не имеет смысла, потому что это уже будет не true. Собственно, я оставляю, и всё равно эти крючки работают. Всё равно эти крючки работают. Даже не обязательно ненормативная лексика, а есть, знаешь, в некоторых песнях у меня есть слова, которые какому-то человеку могут резать ухо. Точно так же, как Вите, надо выйти сначала в фразу, режет ухо. Куда выйти? Зачем? Что это за бред? Что это за чепуха? А потом, когда человек вникает, понимает, что это такой многослойный пирог, всё очень просто, но это можно трактовать очень, всё неоднозначно, из доли иронии и сарказма. Люди любят очень ироничность такую. То есть так же и в других песнях в Рамаяне есть слово «хада», оно многих харит, многих раздражает, что зачем, что это за жаргон. Но я, в общем-то, понимаю, что я достиг своей цели, потому что я перед собой честен. Это так пришло и так осталось. И этот крючок эмоциональный работает, потому что если бы в этой песне был приличный, такой достаточно ровный весь текст, то, возможно, она проплывала бы мимо человеческого уха. Потому что сейчас настолько плотный информационный поток выливается на человека каждый день, что многое просто люди пропускают мимо ушей. Иногда даже кажется, что вроде бы вы же все мои подписчики, и по идее вы должны быть всё в курсе, а некоторые из них даже не слушали все треки, все песни. То есть до кого-то долетает очень всё с задержкой, и он видит только с десятого поста, видит, что вот есть трек, и он вышел уже неделю назад. В общем-то, вся деятельность, кроме творческой, она сейчас упирается в то, чтобы пробить информационное поле, главное, донести это до людей и получить фидбэк. Разные хейты. Хейты у меня было, я как-то прикол, иногда отвечаю на какие-то злобные, ну, то есть я очень люблю конструктивную критику, с удовольствием на неё отвечаю. Комплименты, естественно, комплименты окрыляют всегда, и я стараюсь не стеснять себя тоже в комплиментах. Если мне что-то откровенно нравится, я всегда стараюсь человеку сказать об этом, потому что я понимаю, что я ему дам какую-то искорку, подкреплю его, и это очень важно для меня же самого. Если говорить, если мне что-то не нравится, я лучше промолчу и пройду мимо, потому что понимаю, что если нечто существует, значит, имеет место, и кому-то это нравится, даже пусть трем таксистам, пусть это будет их мир, я не готов рубить им крылья. Есть, бывают назойливые какие-то личности, пытаются тебе там, вот послушаем песню, ты понимаешь, что песня, песня как откровенное говно, и в таком случае, если прямо с меня требуют ответы, говорю, слушай, чувак, я не понимаю, что ты этим хотел сказать, я не понимаю, о чем это, возможно, это кому-то понравится, но не мне. В общем-то, как и все люди, стараюсь быть белым и пушистым, но получается не всегда, потому что я тоже живой человек, у меня тоже бывают экзальтации, и иногда бываю не вовремя честен, наверное. Я поищу самые смешные комментарии у себя в сториз, в инстаграм, с рада-рада офишал, офишал, через нижнее подчеркивание, потому что это действительно смешной, последний смешной комментарий, который я выложил, он был такой, делал реферат по географии, решил послушать, послушать песню, слушаю уже час, что-то типа помогите. Ну, такого плана. Это всегда смешно. Ну, в общем-то, чего отметить, да столько всего происходит, очень много смешных комментариев, много. Достаточно зайти в мой инстаграм, сейчас давай, не другое вспоминать. Самое главное испытание, самое главное испытание, это страх, потому что каждый человек, каждый человек идет туда, где его страх, вот этот адреналин, я очень боюсь выходить на сцену, всегда, всегда очень волнуюсь, крайне. Не знаю, в последнее время научился находить этот баланс, когда этот страх есть, он всегда есть, но не настолько мешает, не так у тебя адреналин прям захлебывает настолько, что ты теряешь какой-то контроль, важно очень на сцене сохранять контроль. Ты же знаешь, что выход на сцену любого артиста это вызов, вызов обществу. В общем-то любое творчество это вызов, это как бы спор с реальностью любая песня. Как написано в Киеве на пейзажной аллее на бетонном бортике, единственный способ существования для художника это протест, потому что само художество, творчество любое, это есть протест против реальности. Ты делаешь какой-то срез и в общем-то если люди могут на себя это примерить, потом это несется и меняет мир. И самый кайф такой, когда ты понимаешь, я знаю это ощущение, потому что я находился в таком состоянии, ты идешь по улице и твоя песня звучит из каждой буквально второй проезжающей мимо машины из открытых окон. И люди, которые там, они не знают, что ты идешь мимо в данный момент. И они даже, вероятно, даже не знают тебя в лицо. Но в этот момент ощущаешь себя, что ли, практически богом. Ты создал прецедент и имеешь возможность за ним наблюдать, как это действует, как это работает, как это влияет на людей. Потом смотришь контент. Кто-то монтирует ролики на моей треке, кто-то танцует и вот ты на дискотеке, вот люди под это женятся, вот люди под эту песню разводятся. То есть очень здорово ощущать себя такой, уже неотъемлемой частью этого мира. понимаешь? Я до сих пор я постоянно нахожусь в процессе самообразования. Каждый день я узнаю что-то новое, причем нельзя сказать, что я использую какие-либо учебники, но я сублимирую. Если мне нравится, ну, и все это в попытке все больше понять мир, его устройство, потому что мы же живем в дуальном мире и здесь зачастую есть такая штука, как двойные стандарты, подмена понятий. Вот эта вот казуистика, она присутствует везде и повсеместно. Потому что многие люди на самом деле сегодня даже не понимают в чем разница. Вот есть два слова правда и истина. Казалось бы, для многих людей это одно и то же. На самом деле это разные вещи. Истина это что-то из природы, из тины, что вы выросли, ты не сможешь это даже у человеческого мозга не хватит для того, чтобы понять, почему деревья вот такой вот формы, почему природа имеет такую форму. А правда это нечто спущенное сверху и у каждого может быть своя. Поэтому это разное. Многие люди не понимают в чем разница в Господь и Бог. А это тоже разное все-таки. Хотя часто зачастую применяется одинаково. Поэтому я каждый день изучаю этот мир. Если говорить об образовании, в общем-то я поступил в три института, закончил один. Уходил оттуда, где мне было неинтересно. В школе мне было учиться интересно, в музыкальной школе мне тоже было учиться интересно, классно. В театральном институте на кинофакультете на режиссуре мне тоже было интересно учиться. Учился там очень хорошо, сдал все госы на пятерки, но не защитил диплом, потому что к тому времени я уже был действующий режиссер и продюсер и находился в постоянном процессе, в постоянном производстве. Мне всего хватало, я понимал уже тогда, ну кому я буду этот диплом показывать. То, что тот багаж, который есть, у меня сейчас опыт, он покруче этой заламинированной бумажки. И когда мне сказали, что нужно собрать... Режиссером в Киевском театральном институте Карпенко-Карова тогда давалось на подготовку диплома три года. Это мог быть любой продукт телевизионного формата. И у меня и был этот продукт, Вала, мне нужно было просто собрать кафедру и защититься, чего я не сделал ввиду очень большой занятости, а потом отказался просто восстанавливаться. Мне ни к чему не нужны были эти заботы. Поэтому я хочу сказать большое огромное спасибо, с огромной благодарностью всегда отношусь ко всем своим учителям, преподавателям, которых я слушал в захлеб есть такие преподаватели, с которыми был просто один урок, и человек сказал одну фразу. Она меня очень сильно поменяла, многое для меня лично прояснило. В частности, как урок по теории музыки у меня был в университете. Может, они были и больше, но я запомнил только один. Пришел человек и спросил, ребята, что такое музыка? Никто не смог ответить, что такое музыка. Никто. Мы гадали почти два часа. Только под конец сдался и сказал, запомните, раз не всегда, музыка – это интонирование смысла. То есть, если ты случайно сядешь задницей на рояль и оттуда клавиши сдадут какой-то звук, это будет случайный звук. Но если ты умышленно выражаешь что-либо, сядешь задницей на рояль, это, да, будет музыка. Пусть и как афонистического такого характера, но все же все то, во что человек вкладывает смысл, свои эмоции, ну, это может называться музыкой. А просто поскладывать кубики и что-то получить вроде бы как похоже, это нет. Если зайти на мой канал в Ютубе, практически весь контент я смонтировал. Вот. И зачастую в попытке, в порыве, скажем так, как только рождается новая музыка, песня, новый трек, мне хочется дать своему слушателю мгновенно дать вариант визуального воплощения этого. И поэтому я ищу контент и делаю, скажем так, сборку вот такой сразу ролик из абсолютно разного видеоматериала. Видео перформанс по ресинхронизации. Я это называю контекстный режиссур, потому что применяя какой-то видеоряд, я понимаю, что я меняю его изначальный контекст все-таки в связке с музыкой это обретает новый смысл, обретает новой краски. И многие меня понимают и многие мои подписчики ждут вот этих моих ядерных роликов, что есть смесью эмоционального, мемного порой смесью всего, такой неожиданности. Искусство должно впечатлять, должно удивлять. Я, как никто это понимаю, я делаю, скажем так, как только рождается у меня музыка и видео, я сразу же это оцениваю как зритель, как потребитель, насколько это меня держит, насколько моим глазам интересно, насколько мне не хочется проматывать. Вот я по таким критериям сам себя, скажем так, строю. Конечно, идти в первую очередь учиться, исследовать за своим интересом. Любому творческому человеку, да вообще каждому человеку, любому человеку нужно следовать за своим интересом. Даже если вам нравится, не знаю, подметать улицы и вы будете делать это с любовью, вы обязательно добьетесь успеха, вас обязательно за это отблагодарят люди. Самое главное не насиловать себя. Вот я против насилия, начиная с насилия над собой. Не надо себя насиловать. Невозможно написать из-под палки крутую музыку, невозможно, скажем так, силой воли написать классную песню. Увы, это не работает. Нужно пребывать в определенном состоянии. Я называю это состояние бесконечной когда тебе все просто. Только тогда художник, поэт, музыкант только тогда честен. Если говорить музыкант должен быть голодным, это не совсем правда. Иногда чувство голода мешает. Нужно просто знать не переедать. Потому что действительно, когда очень плотно поешь, потом хочется только спать. Держать себя нужно в таком балансе и создавать правильную атмосферу. А учиться обязательно надо. Только диплом формальность. Наверное, если затеяли этот процесс, лучше уж в потоке это завершить и получить все-таки эту ламинированную бумажку. Или как там это сейчас выглядит, я же не знаю. Важнее обрести знания. Потому что я был достаточно часто неудобный ученик, неудобный студент. Я задавал всегда неудобные очень вопросы. Ставил преподавателя в неловкое положение. Но все же имел и сейчас имею свои взгляды, свою точку зрения и меня за это уважают. Неудобные вопросы. Это касается большей школьной программы. Уже тогда некоторые факты вызывали сомнения. То, что меня прям так доводит до такого трепета, резонанса, я это все пишу об этом и публикую. Для меня лучший способ структурировать себя самого написать все, записывать свои мысли. Я, когда делаю публикации, уже когда их пишу, сам себя структурирую, сам утверждаешься в своей истине. В общем, всем молодым музыкантам я желаю быть честным с самим собой и идти за своим интересом. И ни в коем случае не переться на сцену для того, чтобы стать известным или заработать. Сцена терпит только честных. И там зарабатывает только тот, для кого это необходимость. Я видел очень большое количество людей, которые пытались построить на этом свою коммерческую деятельность и практически всем им жизнь надавала подзатыльников и поджопников и они перестали быть артистами, потому что это очень невыгодное коммерческое предприятие, как правило. Мой шоу-бизнес, он такой, я не могу сказать, сколько я в него вложил и точно не могу сказать, сколько я с этого заработал. Я так живу. Что-то там зарабатываю, есть какой-то приход, но не могу сказать, что это какая-то схема, есть планирование. Планирование должно быть у менеджеров, как и все дуальное в нашем мире. Творчество и менеджмент должны идти вот так и слушать друг друга и понимать друг друга. Да, часто очень у молодых музыкантов, знаешь, и у меня такое было, ты просчитываешь буквально все, что вот мне нужна такая-то техника, нужны такие-то возможности. И все забывают, очень часто люди забывают, что в общем-то творческий запал тоже может иссякать, потому что не может фонтан постоянно он должен наполняться. И об этом часто забывают. Я забывал. И я выгорал, бросал все, выбрасывал все свои вещи, оставлял только самое необходимое, минимизировал. Ехал на перезагрузку, она мне удалась, можно сказать. Улетел в Таиланд, выбросив все вещи, приняв решение буквально вот так за один день, в тот же день, когда я принял это решение, потому что я просто ехал по зимнему Киеву практически уже. И понимаешь, что сейчас опять эта рутина, эти гастроли, у меня бывало по, не знаю, по несколько перелетов в день, это очень выматывает. И после этого еще тебе нужно играть в концерт. Это, знаешь, какая-то такая логистика, когда все пытаются на тебе больше заработать, и мало кто заботится, все пытаются на этом предприятии, скажем так, как можно больше и быстрее заработать. Мало кто заботится о твоем здоровье, понимая того, что со смены часовых полюсов человеку нужно элементарно поспать. А спать в самолете? А, поспите в самолете. В самолете спать совершенно не то, все равно вымотан. Вот, скажем так, я обнулился, я принял решение вот так вот еще в момент восстановил, выбросил все лишнее, спаковал аппаратуру и улетел туда, улетел писать музыку в комнату, из окна которого видно море и корабли. У меня там были друзья, потом еще подтягивались друзья, потом когда ты живешь в Таиланде и в общем-то купил билет в один конец, там пишешь музыку, очень много друзей, начинается к тебе паломничество по очереди. Эти приехали, эти приехали. То есть начинаются такие хороводы, это тоже прикольно. Классно очень, что после всех вот этих гастролей люди из разных городов, из разных уголков России, Украины, Белоруссии, где бы ни были, начинается вот этот обмен подарками. Тут под Новый год с Сахалина присылают тебе ящик рыбы с икрой, ты ходишь по друзьям, раздаешь эту икру, туда отправляешь какой-то алкоголь, ром, сколько можно, или еще какие-то тайские приколы. В Казахстан, из Казахстана передали конину, в Казахстан тоже передаешь какие-то там такие штуки, манго, еще какие-то приколы. Это очень здорово обмениваться подарками, очень здорово встречать друзей, очень здорово, когда они приезжают. И в общем-то мне этот экспириенс удался, потому что там было написано много материала, который финализировался здесь, в Москве уже. Когда я приехал, приехал я в Москву, а не в Киев, потом на гастроли, потом приехал в Москву, потому что у меня начались проблемы с моим издателем. Человек, который мне издавал, перестал присылать мне отчеты, еще в конце 2017 года. То есть большая часть моей прибыли ушла просто в карман мошеннику, который до сих пор от меня скрывается. В общем-то, я остался здесь налаживать свои дела, потом карантин и так далее. Продолжается вот это вот, скажем так, теперь я уже сам себе лейбл, мне не нужен никто для того, чтобы себя издавать. У меня прямое подключение к агрегатору, что мне безусловно нравится. Когда хочу, тогда и делаю премьеры, каким я хочу, силами, такими и делаю, мне это удается. В общем-то, нужно, как только что-то у тебя появляется материальное, либо как только твой творческий поток начинает монетизироваться, за всем этим нужно следить, это все нужно контролировать, потому что находится очень много людей, которые хотят поживиться. И с этим надо бороться. Что я и с успехом делаю? Все свои технические нюансы, в общем-то, и мир прогрессирует, с тем же, как появляются новые айфоны, техника для качественной записи, точно так же все минимизируется. Поэтому теперь моя студия может поместиться буквально в один чемодан вместо четырех, и я могу с ней поехать куда угодно и писать где угодно. Мне это нравится. И у меня такой чемоданчик есть, он стоит, и я с удовольствием поеду писать музыку в Сочи, полечу в Таиланд, когда это будет возможно. Еще куда-нибудь полечу, очень хочу попасть на Алтай. Знаешь, что меня очень ждут в Киеве с концертом, и туда тоже полетим, поедем. Не знаю, как можно, ну, как это сейчас возможно, потому что буквально каждый месяц какие-то новые водные. Можно лететь через там, но туда лететь не... Я уже запутался, куда, как можно и за сколько лететь. Я ехал недавно с таксистом, он таджик, мы с ним разговаривали, он говорит, улететь из Москвы в Таджикистан можно там буквально за 1200 рублей, а вот вылететь обратно там что-то 1200 долларов, и нужно там еще покупать какую-то справку от врача. Такие сейчас цены. Я знаю, что на авиаперелеты тоже какие-то еще дурацкие очень цены. Ну, ладно, как-то мы это переживем. Все-таки со всеми неурядицами склонен считать этот мир красивым и прекрасным, несмотря на то, что здесь вот здесь все так очень неоднозначно. У меня есть дети, у меня есть вторая половинка. Вот. Но так получилось, что мы дети от разных женщин, с которыми мы в разводе, ну, скажем так, не вместе, но в очень хороших отношениях. Регулярно общаемся, периодически, насколько это возможно. Поддерживаем друг друга, проявляем друг другу интерес. Естественно, у меня есть девушка, она мне помогает во всем. Она сейчас сидит за вами. Где-то меня направляет, является моим, скажем так, организатором меня в нужный момент, потому что я человек порой достаточно хаотичный. Вот у меня есть такая фраза в треке «Ночь космонавтики» «Хаос — это жизнь». И у меня часто порой все рождается в хаосе, меняется в последний момент. Но тем не менее, мне так интересно, и, мне кажется, здорово получается многое. Идеальные отношения — это там, где люди перестают, там, где нет гендерного соревнования, там, где есть абсолютное доверие и взаимопонимание. Ты знаешь, есть очень такая правильная фраза. Этим миром движут две силы — любовь и страх. Там, где любовь, там нет страха, и там, где страх, там нет любви. Поэтому идеальные отношения — это там, где есть любовь, там, где мужчина и женщина перестают соревноваться. Потому что очень много, ввиду того, что наш мир движется в таком направлении, в технократическом направлении, очень много женщин, ну, это неудивительно. Женщина, в принципе, априори, самый главный представитель материального в этом мире. И нет ничего удивительного, что девочкам нужны новые сапожки, новые туфли, всё самое новое, всё самое лучшее, потому что женщина сама есть материя. Женщина рождает, да, в материи, что там из мужчины попадает только сперматозоид, а тут рождается целый ребёнок. Вот. Поэтому нет ничего удивительного в том, что женщины, девушки, материалистки, а мужчины больше духовники. И вот задача, собственно, немножко женщину сделать более такое, более мягкое, а у женщины наоборот, накрутить мужику хвост, чтобы он стал более материалистом. Но самое главное, самый главный залог идеальных отношений это прекратить соперничать. Просто когда люди являются одной командой, нет соперничества, тогда получается счастливая семья. Когда по-прежнему начинают вот это вот бухгалтерия и всё такое, соревнования, всё равно это чревато тем, что кто-то куда-то смотрит, кто-то ищет чего-то нового. Поэтому важно быть одной командой. Для этого важно иметь общие интересы, потому что иногда люди встречаются с одной из разных миров. И вроде бы всё классно, но понимаешь, что мы не сможем быть вместе, потому что мы слишком из разных миров. Как человек себя тюнингует, очень показывает понимание человека об эстетике. Что иногда, знаешь, борщ это жлобство, а немножко, когда это на пользу, в общем, я это не против. Я понимаю, отчего люди это делают, в общем-то, зачем человек себя тюнингуется. Значит, он ощущает себя несовершенным. В общем-то, это порыв стать лучше, ярче, красивее. Но просто, когда человек жлоб, у него и получается это по-жлобски, и получается ещё более уродливо, чем было. А я всю жизнь борюсь со жлобством. Я стараюсь всеми силами стараюсь оградить себя от этого. Знаешь, такое жлобство, это когда простота, которая хуже воровства. Знаешь, вот такое вот. И получается, люди уже настолько бывают, крадут сами у себя своё здоровье, свой внешний вид. И это всё же видно, всё очевидно. Все люди идут за своим интересом, и, в общем-то, отпечатывается во внешности то, что у человека внутри. И вот если ты губастая, сисястая, я видел, на самом деле, бывают такие, вот люди, женщины на грани, вот, и губы даже чуть слегка перекачаны. Всё немножко, немножко больше, но всё равно очень классный человек, потому что честный, потому что искренний. Вот. Это всегда, знаешь, как, искренность, она всегда, всегда подкупает. Даже если, даже если женщина говорит, да, я сделала себе губы больше, но мне так нравится, я так хочу, я хочу немножко перебора. Я максималист. Ты понимаешь, это принимаешь. Я категорически, для меня проблема, если трескаются губы, обветриваются, для меня проблема намазать их гигиенической помадой, потому что я категорически не люблю ощущение жирных губ. Просто не приемлю. Сколько раз мне не пытались предлагать маникюр, но я делаю его сам, кусочками, потом чем-то полирую, и вроде бы как нормально справляюсь. Как-то парикмахер пытался покрасить мне бороду, потому что у меня есть здесь седина. Сказал, смывай немедленно, потому что я очень, как-то смотрелось диковато, украшенные волосы и так далее. Я нравлюсь себе в таком состоянии, как он есть. Когда я себе не нравлюсь, я что-то, наверное, начинаю есть больше фруктов, стараюсь поменьше курить, потому что я все-таки курю достаточно много. Если бы она была, то она была бы в одном месте. У меня есть об этом песня, она называется «My way». И слова там таковые. А ты ведь знаешь, я танцую и пою, и хочу себе татуху на х**у. My way. Сердце и стрелу. В общем-то, если бы и сделал татуировку, то она была бы на члене, там будет стрелка и написано «My way». Самое единственное, что мне приходит в голову. В основном, я не вижу смысла делать какие-то татухи, потому что, если ты помнишь, было когда-то очень популярна татуировка. Я это называю «на жопе руль». Ну, в общем-то, на копчике девушки себе делали вот такие штучки. И потом прошло буквально какое-то лет пять, и все эти копчики смотрятся очень так. Потом их начали сводить и так далее. В общем-то, даже в тюнинге я бы предпочел минимализм, но свое тело разукрашивать мне нечем. Мне хватает каких-то, не знаю, даже побрякушек, но все это имеет свое значение. Это благословение из буддийского храма. У меня было два, и одна уже стерлась, одна есть. Это мне друг подарил на день рождения. В общем-то, всегда придерживаюсь какой-то, здесь белый, здесь черный, черно-белые парадигмы. Очень люблю дарить вещи от души себя, поэтому вот черный браслет, вот это невозможно снять, а черный браслет, как правило, дарится кому-то. Вот здесь мне нравится очень человек, я ему что-то с себя подарю, кто-то мне тоже что-то с себя подарит. Это такой момент. Ну, скажем так, классно, когда тут есть что-то намоленное, то, что ты носил, ты можешь дать человеку часть себя дать. У меня есть такие друзья, которые... У меня было, я приезжал, приехал из Таиланда, у меня тут браслета штук 10, я там каждому... Из Греции привозил, знаешь, как в этих греческих храмах вязанки такие. Это очень такая мелочь, но такая все равно счастье у тебя, тут же куски кожи твои там остались. Я не религиозный человек, я верю в Бога, я изучаю религии абсолютно разные, но я не религиозный человек. Я, естественно, в детстве крещен как православный. Я понимаю, для чего существует религия, что там, как и зачем. Ритуальная часть этого всего для меня носит более такой декоративный характер и, скажем так, если я даже участвую в подобных таких ритуалах, потому что это отдают дань обществу, в котором я живу. То есть вокруг нас в принципе православный мир. Он полон противоречий. Главное, чтобы не было православия головного мозга. Он полон противоречий, но тем не менее вот у нас вот так. В нем также много очень хорошего, потому что магия ритуальная, православная, она все-таки работает. Если человеку очень плохо, то пойти в церковь и заказать сорока уст о здравии помогает, правда. Потому что все в этом мире, особенно я очень люблю архитектуру, кстати, кроме лекций по искусственному я изучаю архитектуру. Архитектура это же застывшая музыка, ее важно только для того, чтобы ее слышать, для того, чтобы ее слышать, нужно обладать определенными знаниями, нужно понимать, потому что везде, когда ты знаешь, ты понимаешь, что хотел автор высказать, к чему, что выражает собой декор, кто в этом доме жил, для чего это было построено, кем, ну и в общем-то, потому что вся геометрия, которая нас окружает, она оказывает влияние на психику человека, имеет определенный практический функционал. То есть есть ли церкви, определенные формы, купол и резонатор, значит это имеет функционал практически, то есть как приходит человек в церковь, он же приходит помолиться со всеми своими радостями, делиться и радостью, и горем, ну в общем-то это эгрегориальная система, вот если брать православие, ты смотришь, это даже в буддизме есть идол, есть привязка потока к эгрегору, но тем не менее это работает, концентратор, купол, такое ощущение, что действительно в церкви есть связь с Богом все-таки присутствует, поэтому в тяжелое какое-то и радостью, и легкостью можно делиться со Всевышним. Другой вопрос, я бы не так сильно это персонифицировал бы это, то есть для меня мой Бог не имеет лица, мой Бог это все вокруг, включая вас, вот так вот. И для того, чтобы ему молиться, мне не нужно, не обязательно, не обязательно не нужна чья-то помощь, потому что все-таки религиозные ритуалы, это все-таки практическая магия и здесь очень важно знать, что зачем и что для чего. что меня раздражает, жлобство, человеческая безграмотность, хотя я терпим на самом деле, то есть бывают люди априори, которые не умеют грамотно писать, но очень классные люди, это видимо чисто черта какая-то врожденная, мне почему-то не приходилось очень сильно учить, мне как-то врожден, объяснили мне правила по орфографии, так писать, как правильно писать, остальное все как-то есть органично, ты понимаешь все. И больше всего меня раздражает простота, которая хуже воровства, это когда человек фамильярничает, когда люди пытаются казаться не теми, кем есть, но круче, чем есть на самом деле. Это в общем-то хорошо, но когда шкалит, когда шкалит не очень красиво. И как правило, знаешь, я из тех людей, которым чаще всего сразу все понятно, стараюсь не задавать лишних вопросов, а когда встречаешь интересного человека, ему хочется позадавать вопросов и люблю встречать интересных людей, с кем есть что обсудить. на секунду вести себя, ну, это сложно. Я стараюсь, знаешь, я стараюсь все-таки понимать. Ну, в общем-то, в таких случаях я как вода, то, что не нравится, я просто этого избегаю, то, что мне нравится, я буду в этом потоке. Каждый человек, он же идет за своим вниманием, если в твоем кругу есть друзья, которые своими действиями порой ставят тебе на локу ситуацию, ты просто уходишь в сторонку, иначе это будет борьба с ветряными мельницами, потому что взрослого человека ты редко сможешь поменять, но только лишь того, кто хочет меняться, кто к тебе приходит конкретно за советом, потому что у меня есть еще вот такое, не знаю, направление «Ночь космонавтики», я как-то начал записывать мысли вслух, и у меня получились такие микротренинги, что ли, потому что таким образом я структурировал самого себя. Вот в первой части «Ночи космонавтики» выражена мысль о том, что если ты хочешь быть счастливым, просто как можно больше уделяй внимание тем вещам и процессам, которые делают тебя счастливым, которые приносят тебе радость. Вот все, все уже очень просто. Не надо ковыряться в говне, не надо смотреть криминальную хронику, часто очень бывает, знаешь, смотришь, переключаешь какой-то канал, я, кстати, смотрю телевизор, модно говорить, я не смотрю телевизор, я вот сейчас я смотрю телевизор. И он, мне кажется, прикольнее гораздо, чем смотреть YouTube, потому что, ну, либо делать это параллельно, потому что это тоже такое, как бы, мне нравится этот фончик, я просто не люблю очень одиночество, мне всегда нужен фончик какой-то вот такой, иногда оттуда выскакивает чего-то прикольное, интересное даже. Поэтому, дорогие ребята, телевидение, знаете, что вас смотрят. Ну невозможно же это смотреть, если есть там хроника криминальная, ну, не знаю, в Киеве называется «Магнолия ТВ», ну, ЧП-инфо какое-нибудь, да, ну, то есть в мире происходит столько всего хорошего, кроме вот этих вот аварий, убийств и так далее. Это остается только принять. Да, такое существует, да, это имеет место, и это остается только принять. Это одна из причин, почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», ты знаешь? Он же сам об этом говорил, что у него была идея написать одну, одну часть романа там, где все так, показать гну с этого мира, вот такую всю гниль, и одну там, где все хорошенькие, там, где все хорошо. И вот ту часть там, где все хорошо, он просто сжег, он понял, что это неинтересно, и людям точно так же. Людям нравится ковыряться в говнишке, но просто саму себе, чтобы не настраиваться на эту волну, я бы порекомендовал не смотреть часто такие каналы, криминальные сводки, потому что в любом случае, либо даже если вы смотрите такой канал, помните, что в этот же момент в мире происходит очень много хорошего, в мире очень трезвых, адекватных водителей, в мире очень много трезвых, классных, умных, радостных, счастливых людей. Они просто не настолько хайпажоры, потому что, как это говорится, счастье любит тишину, а есть те, кто об этом готов кричать. Ну, конечно же, хотел бы иметь тыдыщ какой-нибудь, чтобы у меня было в кармане какой-нибудь тыдыщ. Ты такой, оп, идешь, и ты такой, тыдыщ. Ну, тыдыщ это, как палочка-выручалочка, только без палочки. Стоять, тыдыщ. Там или там, с вас 10 тысяч рублей, тыдыщ. Вот такой, универсальный, хотел бы иметь универсальный тыдыщ на все случаи жизни, который бы решал бы все мои проблемы. В детстве, помню, были у меня такие фантазии, чтобы остановить время, классно было походить, чтобы весь мир остановился. Я такой, погулял, подошел в магазин, мороженое взял, что-то кого-то переодел. Ну, то есть, вот такую штуку, кнопку стопа, оп, остановился, что-то наворотил, запустил обратно и смотришь. Класс. Я не то, чтобы алкоголик, но я употребляю алкоголь и вижу, я видел, что ты тоже лечишь людей, а вот мой приятель, мой друг хороший, Федор Фомин, он не употребляет алкоголь пять лет совершенно, от слова совсем. Нет, он не был заполнен, и Федя никогда не пил особо, но он почему-то два раза заболел коронавирусом, даже уже с антителами второй раз. Слава богу, выздоровел, все хорошо, чувствую себя прекрасно, по-прежнему играть в дискотеки, но я как-то… На самом деле, все это время, пока была пандемия, я вообще не болел ничем. Все крайности плохо, но все, что есть в этом мире, все нужно. Как индусов спрашивают, почему ваш бог Шива пьет алкоголь и курит траву, они говорят, ну, потому что все, что в мире существует, все нужно и применимо. Как вы представляете себе современную медицину без спирта, допустим, или успокоительные, без ТГК, которые есть там уже, и так далее. Ну, можно долго об этом спорить, но меня не берет. Не надо. А для того, чтобы не болеть, в принципе, лучше не хранить в себе, лучше не хранить в себе дерьмо какое-то, не хранить в себе говна. Почему появилась песня «Витя, надо выйти» и первый ролик был с пьяными туристами? «Витя, надо выйти» в Турцию или в Египте? Конечно, все наши, любой человек, который, ну, бывший из СССР, из СНГ, я бы не стал бы разделять на русских украинцев, молдаван и так далее. Все, кто разговаривает, знают русский язык, разговаривают по-русски, они все ведут себя определенным образом. У них накипает здесь, потому что везде, ну, кто-то, кто себе может позволить отдыхать, как правило, сурово пашет. Там они выпускают из себя, и это залог психического и такого здоровья. От чего, ну, я не знаю, я как-то, мне кажется, от чего появляется онкология? От того, что человек варит в себе чего-то, не может выпустить наружу. Ведь надо выйти о том, что выпускай. Да, иногда нажрись, но выскажи всем правду, не носи в себе, потому что будешь гнить изнутри, не надо это. У меня бывают, периодически случаются такие вот залеты, ну, как бы, когда я там выпиваю, и тогда я не могу себя сдержать, я слишком откровенен. Даже, как бы, неудобно для себя откровенен. Ну, слава богу, что у меня нет каких-то таких существенных противоречений с кем и с этим миром, что это не приносит мне каких-то проблем. Чаще бы, просто стесняешься сказать чего-то, ну, потом вывалишь, и в любом случае практически совсем находится взаимопонимание. Главное не держать. Видите, надо выйти. Это то, что меня спасает, это мое лекарство, это мой инструмент самоструктурирования. Когда меня что-то гложет и, ну, не знаю, любое, любое какое-то обостренное состояние, лучше выплеснуть на бумагу, как минимум. Любые противоречия либо восторг. И, конечно, восторг, всегда я предпочитаю излучать восторг, потому что восторг рождает восторг, эффект вау рождает вау, жизнь рождает жизнь, любовь рождает любовь, зло порождает зло, агрессия порождает агрессию. Я предпочитаю выражать больше, восхищаться. Но если есть какие-то противоречия, мое несогласие с тем, что происходит, я тоже это вливаю на бумагу. И такой какой-то есть магический момент, у меня все это превращается, я начинаю писать прозу, у меня это все все равно превращается в стих в итоге, потому что, ну, есть какой-то ритм, появляется ритм, появляется, есть, нарисовывается у этого темп, сложный, но темп, и это меня структурирует. Каждому человеку вот в моей компании стараюсь дать возможность высказаться, потому что, когда человек высказывает или рассказывает новому человеку о себе, он себя заново, он утверждается в своих истинах и заново себя собирает. Мои стихи, моя проза, надеюсь, это как-то соберу, систематизирую. Мне нравится разбрасывать это как артефакты. Я часто многое не записываю, что-то остается в записной книжке, потом где-то теряется телефон, и это уходит. Ну, я благодарен миру за то, что вокруг меня есть люди, которые мне периодически напоминают, «Чувак, ты помнишь, вот была же такая песня». И мне демку, которую я кинул когда-то в интернет и забыл про нее вообще. И она оп, всплывает. Какие-то стихи, которые я когда-то написал, и тоже забыл, где-то потерял. Есть вокруг меня люди, которые где-то издалека мне это подкидывают заново. Это всегда очень здорово. Ты знаешь, у меня вот это лечит какие-то твои слова. Для меня это стало каким-то открытием или настроило на правильный лад. Потому что я же все-таки сторонник изъясняться кратко и лаконично. Хотя я иногда плутаю в высказываниях, ты заметила, что... Но, в общем-то, если говорить о песнях, то это, как правило, очень краткий лаконичный месседж. Это попытка уместить целую вселенную в несколько слов, в несколько фраз. Иногда это людям помогает. И я сам это слушаю, и мне это помогает. Потому что многое проясняет. Да вот, что, ну, типа, когда ты запутался, вот слушаешь, понимаешь, блин, да все же действительно, все же просто. На самом деле. И, как меня учили мои учителя, как мне говорил мой гуру, запутался? Упрощай. Нет пути прямее, чем прямой. Поэтому мои стихи, моя проза, так называемая, это прямая речь. Я это пишу для того, чтобы у меня кубики в голове сложились, и я не был потеряшкой. Вот и все. И это лечит. Сто пудов. Мой самый короткий стих, но самый такой жизнеутверждающий. Звучит так. Мы создадим свою партию и будем спасать мир. Мы всюду посадим розы. Никаких игр, только сквирт будет наш главный лозунг. И правила наши будут просты, и когда мы прорвемся к власти, сначала, конечно, дадим всем пи***. А потом цветы и подарки. Или там, а потом подарки и сладости. Что-то типа такого. Но это стихотворение называется «Принцип доминанта». Наверное, пора подборочку опубликовать. Но это все-таки шутка, но все-таки это отсылка к тому, был когда-то фильм с... там фигурировала реклама, был слоган рекламной компании Nike, что никаких игр, только спорт. И это, скажем так, отсылка туда перефразирована. Никаких игр, только сквирт будет наш главный лозунг. Вот. Стихи я почитаю, просто зачастую это такие потоки. Мне очень сложно справляться с хронометражом, потому что для того, чтобы высказаться, это все выливается в что-то длинное. У меня средняя хронометрическая хронологическая продолжительность стиха получается минут 10-15. А это как бы уже 4 стиха и час. Вот. И чаще удобнее с листа. Мне к такому нужно готовиться. Тем более, что, я тебе скажу, вообще стихотворное состояние, оно достаточно такое, трансовое состояние. Мне нужно порой бумагу для того, чтобы вспомнить этот темп. Часто восхищаюсь актерами, как они запоминают столько текста, особенно даже если стихи. Самый крутой на сегодняшний день из современных поэтов Виктор Пелевин, наверное. Это хотел писатель, но его цитаты просто как поэзия. Я не читал всех его книг, но то, что мне попадалось мне на глаза и влетало в меня, абсолютно стопроцентно откликалось и удивительно. Хотел бы с ним познакомиться. Я знаю, что он затворник такой, но у меня как минимум есть один человек. Через нарукопожатие я с ним знаком. Да, смешно. Представляешь, не было ни одного билетного концерта в Москве, но в общем-то на фоне того, что тогда вот только был Майдан и все такое, на фоне того, что там артистов начали заносить какие-то списки и база умиротворит, хорошо, что мне было не за что докопаться, потому что все эти мероприятия были в основном фестивале и так далее. Да в общем-то не доходили руки до этого, потому что билетный концерт это очень серьезная организация, то есть в общем-то хочется думать о творчестве, а не о том, как собрать зал. Я себе дал обещание, что для меня есть два бича. Плохой звук и пустой зал. Я никогда не буду выступать на плохом звуке и на пустой зал. Все, не хочу. Столько раз я шел на компромиссы и понял, что компромиссы здесь ни к чему. Рыбе нужно море, артисту нужно, чтобы он нормально звучал и чтобы были люди. Вот и все. Потому что очень много авантюристов в этой сфере. Сейчас это поменьше. Очень по-разному в зависимости от площадки, но в большей степени вы увидите в любом случае меня за пультом и у микрофона. Я перешел, значит, спустя время я отошел от концепции артист по центру сцены перед стойкой. Нет, я за пультом. Мне нравится управлять этим космическим кораблем. Плюс я, в общем, стараюсь выносить практически точно так же, как я это пишу. По сути, я ставлю свою студию на стол и пою в микрофон. У меня есть плейбэк, есть бэк-вокал, делается баланс и все, и валишь. Можно играть инструментал. То есть, что касается 16 тонн, это очень такая будет разносторонняя программа, три отделения, в которых я буду играть инструментальную, электронику, то, что все уже знают, самые лучшие песни, которые полюбились, и отделение с рок-бэндом. Как смешать все это в один коктейль? У меня у самого иногда от этой задачи так волосы шевелятся. Но тем не менее, да, я настолько разносторонний человек, разносторонний музыкант, мне нравится быть одновременно в нескольких вот этих измерениях, и я так иду. Где это уместно? Понимаешь, просто бывает очень, заковывать себя в рамки одного стиля, это глупо, потому что везде очень разная публика. Бывает. У меня есть, даже моя публика делится порой на две части. Те, кто знают мою электронику такую фестивальную больше, это треки, в которых мало вокала, больше музыки, а они подходят больше для фестиваля, для клубов. Есть музыка, которая играет на радио, более радийного формата. Видите, надо выйти, мы сделаны из звезд, ну такой попсовый формат. И часто я плейлист всегда составляю по месту, когда вижу людей, потому что были такие случаи, когда мне говорят, все, там будет 10 тысяч человек, open air, ты хедлайнер, играй, что хочешь, играй там свое техно, свою электронику. И я такой, вау, хорошо, едем, приезжаем, там городской праздник. Люди, ну в Пермь, да, в Пермь приезжаем, там люди в шапках меховых, в этих беретах, с детьми на плечах. И в общем, ведущие фестивали Игр Пистолов, и ты понимаешь, ну какое тут техно, блин, ну конечно, только радиоформаты, что-то легкое, потому что, ну, зачем разгонять людей, это для узкой аудитории. С другой стороны, вот одна из самых продвинутых аудиторий, классных моих, в Екатеринбурге. Когда приезжаем в клуб, очень классная площадка, запакованная, все идеально, круто звучит, приходит публика, все культурные, молодые ребята, все на костюмчиках, такие чик-чик, и я понимаю, что они пришли на второй альбом, они пришли на электронику, ультрамода футура. Это заслуживает очень такого, у Жени, восторга, и я строю программу. Понимаешь, вот мне нравится вся та музыка, которую я делаю, она очень разная, и я ее просто стараюсь каждому дать людям то, чего от меня ждут в конкретном месте, потому что вот в конкретных местах люди разные. Где-то могу пожестить, где-то попсить. Нормально. Не идеализирую. Нет. У меня нет, у меня мои мечты достаточно абстрактные, ну, скажем так, мечта человека не может быть точкой, это процесс. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, я хотел бы делать это еще качественней, еще с большей отдачей, но не могу сказать, что я хотел бы там собрать какой-то конкретный зал или там столько-то людей, завоевать какую-то страну. Это как-то глупо. И это в любом случае ограничивает. Для меня вся творческая деятельность это такой квест, который, ну, скажем так, мне интересно жить просто. Интересно, как, где это всплывает, откуда эта музыка снова заиграет. понимаешь? Это же очень удивительно, удивительно, когда ты никогда, ни разу не играл в Германии, допустим, не выступал. Оттуда идет какой-то поток трафика, и люди мне пишут, и я знаю, что и в Spotify у меня на первом месте Германия, да, по трафику, достаточно серьезный трафик идет. В остальном больше Россия, Россия, Украина, Израиль, Америка. Вот. Но в большей степени Москва почему-то, 80%. Поэтому для меня это приключение большое. Я хочу, чтобы для человека, который идет на мой концерт, для него это тоже было приключение. Вот. Я постараюсь уходить от какого-то шаблона, стандарта. Тем более, вот, когда ты идет, у тебя тур, и одна и та же программа много раз повторяется, ну, что это как-то пресно. День сурка неинтересно, не прикольно. Хочется постоянно что-то менять, и я себе отдал обещание, что я буду выступать только в кайф себе. Не хочу чёсов, не нравится, не нравится быть заложником обстоятельств и отрабатывать. Я хочу на сцене кайфовать, поэтому если мне предложат что-то, концерт там, где нужно будет пойти на компромисс в ущерб качеству, я, пожалуй, от этого откажусь. Или в ущерб моему комфорту, я, правда, я, пожалуй, от этого откажусь. Денег я всегда смогу заработать. Я же все-таки владею ремеслом, ну, скажем так, я же много очень сделал аудиодизайна для рекламы, постоянно контактирую с маркетологами. Ко мне прилетают практически всегда какие-то предложения о взаимодействиях с рекламным рынком. И это штука, которая прокормит всегда. Ну, то есть, ты кушать-то будет что. А вот, мало того, знаешь, такие моменты, когда ты очень готовишься и ты представляешь себе, ну, хочешь кайфануть на концерте, тебе не дают возможности кайфануть. Зачем мне такие концерты? Я не хочу так. Я хочу на сцене кайфовать и находиться в контроле. Поэтому, то есть, стараясь, ну, я могу немножко выпить перед выходом на сцену, просто перебор, часто в обратную сторону. Ты теряешь чуть-чуть контроль и мысли начинают запутываться. Это нехорошо. Когда поешь микрофон, нужно просто петь, нужно просто лететь и быть в полете. Не надо думать о том, как тебе двигаться, потому что это приводит только к чему-то вот такому. Нужно быть естественным. Самое главное в жизни – это быть честным с самим собой и жить ее. Я всегда говорил, это одна из моих главных фраз. «За что ты хотел? Это же жизнь, ее надо жить». Важно понимать, что жизнь происходит волной, человек – это волна, я – волна, и ты – волна, свет – это волна. Любые человеческие отношения – это волны. Другой вопрос, как ты, хочешь ли ты не слетать на нисходящие, знаешь, выдерживать это поток. А лучше всего это сделать всплеск и потом пойти рябью. Это так, знаешь, когда люди так «фу-фу-фу-фу», а потом «фу-фу-фу-фу-фу», и пойти рябью в высшей своей точке. Вот я это жду, потому что многие даже музыкальные критики, журналисты рассказывали о том, что творчество любого артиста, успех любого артиста, он же волнообразный, правда. Тын, спад. Да. Подъем спад, подъем спад, как у Аллы Пугачевой был. Потому что были же времена, когда гремела «Ласковая май», Аллы Пугачевой вообще не знала, что ей делать. И не только те артисты того поколения, Аллы Сидори, которые образованные, еще филармонические, тут какие-то непонятные пи***и выходят из детдома, коммерции. Андрей Разин всех обманул, сказал, что он племянник Горбачева. Вот это все размутилось, они качали. Точно так же, как группа кино, когда качалась соем. Тоже. Что бизнес же в таком, когда идет дело, вот это вот перетаскивание одеяла, такое агрессивная достаточно среда. Главное не срываться на нисходящих. Хорошо бы, конечно, выстроить вверх и пойти рябью, но я скажу тебе честно, я ни о чем в этой жизни не жалею, мне говорят, где ты пропал, куда ты затих. Ребята, я хочу пожить, я нормально, я кайфую от того, что я хожу в магазин, я могу себе позволить ехать в метро. Ну да, меня иногда там узнают, но мои, никто не любит, когда его называют фанатом, ну то есть искренние почитатели моего таланта, они, как правило, знают, не фамильярничают, я просто на фамильярности очень резко отвечаю, да, как правило, такие, потом он говорит, ты с радиостанции какой-то, ну, человеку в поезде там, он говорит, нет, он говорит, откуда я тебя знаю? Не знаю, я просто знаю все твои песни, всегда за них голосовал и отправлял их всем своим друзьям, типа, мне просто нравится твоя музыка, такой, блин, круто. Вот, и это все на таких мигах, знаешь, даже когда кажется, вот это спасает такие вот комплименты, когда кажется, что у тебя, у меня когда был очень плотный график такой, ну представь, в Киеве фестиваль «Белая ночь», где я очень хотел быть, ну, я был на этой площадке и смотрел концерт группы «Газ-Газ», «Гус-Гус» или «Газ-Газ», ну, из Исландии, ты, наверное, знаешь, электроника, которая мне очень нравится, я кайфанул там и как-то внутри себя загадал, что я хочу через какое-то время встать на этой же сцене, чтобы было здесь такой же звук, такой же свет и столько же народу. Пожалуйста, Саша, ровно через три года меня зовут хедлайнером на этот фестиваль, но я приезжаю, прилетаю в Киев после Южно-Сахалинска и Владивостока, через Москву и Минск, представляешь, какой-то путь, и последний раз я спал во Владивостоке, потом летишь против шерсти, в общем-то, мы прилетаем в Киев и у меня до выхода на сцену остается четыре часа. Спать как бы и смысла нет. В таком немножко пограничном состоянии, как-то себя там и в общем-то, знаешь, мы сыграли этот концерт, ну блин, у меня было состояние такого дохлый ковбой, потому что ты об этом мечтал и нужно дать, а у тебя просто нет сил и ты уже вот на этой стойке и знаешь, из последних сил вот этот концерт. Толпа, классно все сыграло, ну и вроде бы как все без криминала. Ну вот внутри такое ощущение, что блин, хотя же кайфануть тут, а не сдыхать на этой сцене, понимаешь, не умирать, а дать. И проходит какое-то время, я читал для себя этот концерт, ну знаешь, таким, проебом, нужно было график строить, зачем соглашаться, ну ты, блин, поспать, ну то есть, проходит время, меня в аэропорту Анталии догоняет человек, говорит, Саша, Стра-Драдо, блин, спасибо тебе за фестиваль, белые ночи. Я говорю, чувак, я был такой, мне казалось, что это мой, типа, по***вный концерт. Он говорит, нет, чувак, рок-стар должен быть изможденным, ну то есть, типа, рок-звезда и должен быть, я не знаю, части, наверное, рок-звезда, когда играю в рок-н-рол, он говорит, это, типа, это наоборот, это было, вот, типа, изюмин, как классно. И я понял, что, в принципе, ну и так, может быть, люди, музыка решают все-таки, слой музыкант, главное музыка. И людям все равно это зашло, и это, знаешь, из серии тех фанатов, которые, вот, извиняюсь, я веду какой-то эфир, ребята собираются дома, включают на всю YouTube, и потом присылают мне видосы, как они, там, разносили квартиру под мой сет в прямом эфире. Это здорово, это очень греет, ты понимаешь, что есть фидбэк. Вот, но я предпочел бы, вот сейчас уже, знаешь, с оглядкой на этот опыт, я предпочел бы делать все более размеренно, более в кайф, и никогда не в ущерб качеству. Вот, очень хочется самому кайфовать на сцене, не биздеть, а кайфовать. Я, как бы, могу по-разному, но в большей степени я пришел к тому, что я человек за пультом, я из-за него буду петь, возле меня будут какие-то музыканты, кого я приглашу, я не знаю в дальнейшем. Самое главное, что вот есть я, есть моя музыка, я могу ее включить, я всегда выступаю живьем, не вижу смысла открывать рот под фонограмму, такого не было никогда, другое дело, там, баланс, отстройка, такие все же, но я всегда в кайфе, всегда стараюсь делать это лифт и от души. И, наконец-то, у меня столько материала, что я из него могу сложить любую программу, потому что, если я буду петь все свои песни, даже если я, что выпускал, как Эстрада Рада, это часа на 4-5, ну, 5, наверное, даже больше. В общем-то, я не стесняюсь даже таких перформансов, как прийти в цветной на фэшн-маркет, взять и поиграть там в диджей-сеты своих треков. И люди ходят, и, в общем-то, редкие, о, так это же там классно. А есть друзья, которые приходят конкретно, ну, и послушайте, это тоже здорово. В общем, все будет офигенно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова